в общем ребят всем привет с вами титр старт и сегодня как вы уже поняли будем смотреть на три камеры sony a7 4 canon r5 и nikon z6 марк 2 это мое такое это не обзор это не обзор это мое мнение пользования этими камерами тут сейчас по крайней мере здесь не будет такого что я буду лоб в лоб тестировать виндетку каждого объектива четкость каждой матрицы и тому подобные истории технические прям подробные не будет такое это будет мое такое мнение общее в этих камерах и чтобы вы могли сразу же быстро понять вот именно вот что это за камеры и как ими пользоваться и тут самое главное я вам расскажу то что мне в них не нравится вот с лету прям сходу я взял в руки и сразу понял так здесь дерьмо там хрень какая-то тут что-то недоделали так далее в каждой камере ребята в каждой камере есть какая-то параша полная и из-за этого мне эти камеры не хочется брать я не хочу их покупать и я не хочу им пользоваться и пока что нет камер таких которые были бы идеальные приходится чем-то мириться и вы сейчас сами поймете что в определенных камерах не так и для себя скажите себе готовы вы да готовы вы ли тяжелое слово по моему готовы вы ли мириться с теми факторами которые в них присутствуют или нет вот поэтому не надо писать комментарии типа ты говно обзорчик там еще что-то это общее такое мнение если в комментариях вам будет интересно прям подробнее что-то узнать я постараюсь найти время время и рассказать вам подробно каких-то моментах в камерах вот ну пока что я не знаю как это будет смотреться как вы будете на это смотреть камеры топовые так сказать поэтому посмотрим на просмотры на комментарии и тогда я уже точно смогу определить стоит мне так дальше тратить время на обзор данной техники идем наш жирный canon sony a7-4 и nikon z6-2 блин ну вот все равно еду сейчас веду стрит съемку на sony a7 mark 4 и все равно как-то камера так она немножко не доделанная меню неудобно и я тянет и менюшку вообще жесть вот так вот они сделали это разноцветную вроде бы добавили кучу кнопочек разных но фен тоже так как это неудобно и по крайней мере по сравнению с кеноном по крайней мере по сравнению с кеноном ну нет конечно же если смотреть на то как они сделали в плане знаете сравнивать новые к старые камеры соники то конечно не лучше этот пипка уже понятно и тут кнопочка удобненькая много чего получше стало но сама у меня немного ради отторжения такой небольшой от соньки хотя она стоит конских денег это камера но не то вот как знаете не по душе бывает какие-то вещи энергичи энергетически либо внешне вот мне тоже как-то не то потому как и да области женикам взятие по фоткать ночью никона зашел магаз это просто топчик у нас такого никогда не было чтобы все топовые камеры R5, R6, R они все стоят здесь, ты каждую можешь взять в руки и потрогать S5, GS6 каждую, каждую бери и трогай и удобно сразу внизу объективы объективы камера, трогаешь, клацаешь как тебе вообще нравится, не нравится так вот взял ее в руки по его взял, некоторые даже нифига себе включаются многие тут не включаются без батареек хотя бы ты можешь понять эргономику, эргономику камеры вот эту я никогда в руках не держал ну лучше бы и не держал херня какая-то очень здорово и благодаря этому я теперь понимаю сразу какая камера удобная возьмем допустим ее с которой на днях тусовался снимал, как бы удобно, прикольно возьмем мы это Z6, а это Z7 возьмем мы XT3 допустим вот чистая параша хочется хочется ее в туалет выкинуть чтобы ее вообще не было в этой жизни такая же параша и благодаря этому я понимаю что мне нравится по хвату Canon Canon R6 в принципе более-менее R5 R5 такой же и самый офигенный по хвату это вот это вот это вот это вот офигенная камера Panasonic GH6 она просто вообще четко сидит в руке такая мощная массивная кнопочки все на месте здесь это далеко как-то тянуться ну а так все на месте я сейчас их поглацал и понял что хоть эта камера и дороже а ну дороже потому что это объектив есть в итоге это дороже камера ну а она же удобнее больше кнопок три штуки спереди тут две спереди и то нет одна спереди и все здесь настройки посмотрим здесь вот настройка MFS переключение она удобнее она здесь и понятная там она сверху вот она сверху параша чистая в общем если брать то брать надо GH6 ниже Lumix S5 и так рассмотрим камеры спереди Canon R5 жирный капец за счет объектива Sony A7 IV и Nikon Z6 Mark II просто смотрим пока спереди сзади смотрим их сзади иногда этого не хватает во взорах потому что они их крутят вертят хрен пойми как и ты не поймешь просто лентарно кнопки где находятся что тебе нравится не нравится многим людям уже нравится что-то заранее и они понимают это смотрим сбоку камеры спокойно просматриваем их смотрим на вход отверстия как открываются SD карточки какие пимпочки вот здесь у нас там пластмасска голимая накладная на Sony нормальная тема дверца стоит на экране тоже говнище Nikon в одном плане единственное красавчик у них есть вторая отрывочка чтобы камера не соскальзывала с платформы либо с клетки у всех остальных я этого не вижу смотрим теперь на входы SD карт у всех камер есть по одной SD и по одной скоростной карте CFexpress у Canon здесь у Sony вверху и у Nikon тоже вверху это очень удобно здесь они все красавчики но смотрим как это закрывается закрыли так закрыли так и защелкнули я считаю это на Sony получше сделано от случайного открытия и на Canon просто так тоже но на Canon в чем прикол у него когда открываешь слот SD карт камера выключается это как бы тоже мерой безопасности Canon в этом плюс большой у Sony есть лок но не отключается давайте прямо сейчас посмотрим камера включена я отключаю и все и она дальше нормально записывает сейчас видео у меня ну так сказать косяк наверное у у этого у Nikon вообще ничего ему пофиг открыли закрыли все равно нету ни блокировки нету ни безопасности по открытию теперь внимательно смотрим на эту сторону вот эти пимпочки меня всегда бесили у Nikon они конечно гуляют жестко вот так вот шумят у Sony они хотя бы не шумят они не гуляют у Canon более-менее самая такая как сказать короче это будет пимпочка ладно пимпочка короче она самая прикольная я считаю это правильно вот это все отстой неудобно и теперь переходим к разъемам скажу сразу что Nikon и Canon чистые парашники потому что ладно Nikon стоит не так уж и дорого примерно в районе тысячи долларов за тушку 1300 максимум и ему сейчас параша простительно вот это вот вот это барахло но Canon 3500 баксов это что за что это такое вот это вот вот это сопли вот это вот фигня это непростительно для дорогой камеры вот это вот срань вот Sony молодцы у них такие они хоть и пластмассовые ну как они даже резиновые что ли что-то резина с пластмассой они кнутся вот но они открываются вот так вот как дверца это уже считается как бы более презентабельно что ли это как вот дверь на машине открывается обычным способом вот это обычная дверь Renault Logan а вот у тебя типа Lamborghini или или дверь с доводчиками на BMW я считаю это правильно вот Sony A74 молодцы что сделали есть еще сравнение с Fujifilm которые у меня были там вообще дверцы классные они более жесткие они реально как дверцы сделаны очень хорошо это считаю это очень неудобно хотя если возможно если мы загрузим камеру полностью этими шнурами все повтыкаем здесь и это будет удобно гнуть я с этим согласен возможно здесь они будут мешать как-то допустим я захочу вот так сюда повести и ты ее уже никогда не уберешь но в этом формате который у нас сейчас мне больше нравится на Sony лично для меня очень важный фактор чтобы камера заряжалась во время использования мы сейчас включаем Nikon вставляем powerbank в наш Nikon и смотрим что-то не получилось вставить грузибал вот это гребаный наконец-то вот эта фигня гребаная она бесит меня я не мог вставить шнур зарядки из-за этого смотрим заряжается во время использования идем дальше Сонька я ставлю телефон потому что тяжело Сонька смотрим заряжается во время использования то есть Савчик это важно чтобы она заряжалась во время использования иначе в нужный момент тебя камера подводит и ты материшься на свете и смотрим Canon самый дорогой фотоаппарат у нас здесь он говорит что он говорит мне пошел-ка ты нафиг говнюк вы че Canon вы че говнюки это что за камера такая которая не заряжается за 3000 баксов что это что это а что это что это за камера такая шабана хочется дать из-за этого говно Canon Canon говно говно Canon Sony молодцы Nikko молодцы ладно Canon поговнили идем дальше сравниваем у всех есть порты под наушники и микрофон наушники и микрофон Sony красавчики они разделяют цветом респект здесь тоже наушники и микрофон есть у всех по HDMI HDMI и тут самое интересное для киноделов смотрим HDMI порты здесь мини HDMI здесь просто бомбические красавчики Sony я не знаю вы молодцы полноразмерный HDMI это Bellissimo Canon самый дорогой что это бля что это это что за дерьмо вам не хватило места по-моему здесь достаточно места что это 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 я не знаю я сейчас харькну харькну в ту сторону это что камера снимает 8к 8к рав там не знаю и слог и так далее что это нельзя так делать нельзя так делать чтобы так больше не было понял меня чтобы на Nikon на Canon R7 R10 такого уже не было не дай бог такое будет я не знаю за говню просто с говном и палками смешаю теперь про удобство поговорим мне очень важно чтобы камера была очень удобная чтобы я мог одну руку управлять особенно включать ее потому что я достаю допустим камеру с ремня специально ременная у меня такая клейма ну либо наплечная я должен на руку включить и сразу же пойти за работу фотографировать все регулировать но здесь в принципе неплохо сделали переключение с видео фото я достаю включаю фотографирую включаю видео все регулирую и со выдержку туда-сюда здесь не хватает еще одного колеса вот этого чтобы я регулировал и со диафрагму и выдержку никому говорят пошел нафиг говнюк вот тебе две крутилки и пользуйся одовольствуйся как есть не знаю как хочешь вообще а если захочешь переключить режимы тебе придется задействовать вторую руку потому что ты одной рукой точно ты не покрутишь ее потому что даже если бы ты доставал до сюда тебе нужно еще второй палец приложить чтобы это покрутить в общем это не очень удобно но в принципе если не смотреть на то что нужно крутить здесь и не то что нету у нас колесика третьего она вполне себе удобненькая ее можно держать в руках вот но пальчик мой соскальзывает вот не хватает ему места короче где-то может быть до четверки дотягивает но скорее три с половиной потому что колесика не хватает теперь у нас Sony A74 смотрим она как-то сделана мне нравится она как-то как будто бы из премиальных материалов она такая вся прикольная мне она внешне нравится красивая держать ее в принципе удобно вот мой палец уже не соскальзывает тут даже есть небольшой такой поребрик вот он противостоит тому чтобы палец соскальзывал поэтому они у меня держатся прям все четыре пальца вот но иногда конечно хочется положить но не так как на Nikon что смотрим кнопка включения легкая быстрая удобная это здорово здесь крутилка здесь крутилка здесь крутилка удобно классно даже еще здесь есть возможно настраиваемые возможно просто это для экспозиции сделано но все равно крутилка классно все на одной стороне вот вот Sony здесь красавчики я даже могу здесь одной рукой переместиться вот тяжело конечно но я могу я могу все я ко всему достойно даже я могу посмотреть фотографии одной рукой все одной рукой это мега удобно камера вот в плане эргономики здесь она классная единственное да и до меню не могу дотянуться и до c3 но когда ты в меню лезешь в принципе ты уже должен до чего-то докопаться и у тебя две руки ой немного простудился ребят у тебя должно две руки вот что у меня здесь неудобно так это приключение между фото и видео у тебя здесь такая пимпочка есть вот она привет вуджи филм я тебя ненавижу и у них такая же шляпа нужно крутить эти пимпочки как это неудобно я не знаю должны быть руки крюки вот такие вот чтобы ты мог пользоваться такими вот такими штуками у меня руки человеческие ребят давайте нормально работать вот в принципе ну все в принципе неплохо хорошая хорошая эргономика камеры мне нравится ну а теперь canon canon это тот единственный автопрад который помещает мне полностью руку всю полностью вся рука у меня умещается я могу фотографировать по эргономике дальше посмотрим canon что это такое вот это вот я должен что получается второй рукой постоянно включать эту камеру нафиг оно мне надо это вообще это дико неудобно это дичайше подразумевается то что она типа для двух рук наверное но я хочу одной рукой пользоваться и я не могу включить камеру вот я не дотягиваюсь вообще никаким образом это это вот это полный отстой в canon r7 r10 уже исправили это косяк они переместили это сюда и вот эту кнопку переместили даже наверх ну крутилку возможно это будет удобно возможно нет ну вообще про крутилки посмотрим вот одна крутилка вторая крутилка и третья крутилка здесь они красавчики и забыл по экранам сказать здесь экран у нас только в таком положении здесь как и у канона в разных осях крутится ну что удобнее вам выбирайте сами вот я еще так и не пришел к какому-то мнению что мне больше нравится возможно вот это потому что можно снимать себя но вы как-то снимать себя вы себя не видите один фиг нужно на камерный монитор ставить в принципе по внешке я все рассказал вот надо сейчас рассказать вам про внутренности и про объективы наверняка вас интересует этот жиропаз так ну теперь мы проверим скоростную съемку у всех скоростная съемка она на самом деле быстрая но отслеживание именно отслеживание у никона хуже всего вот у него квадраты самые жирные ну то бишь точек мало очень для отслеживания и смотрим и как-то что-то ну хреново очень очень хреново ловит вообще мне не нравится вот это вот скоростное отслеживание у никона и экспозицию не ловит ну в общем очень тяжело оно вроде бы работает отслеживание скоростное но на него надеяться вообще нельзя оно не рабочее смотрим теперь на Соньку смотрим у него ох у него очень много точек фокусировки и видите как оно работает оно работает круто сейчас посмотрим как оно отслеживает так мы ИСА поднимем тут тут даже темненький темненький ну ладно смотрим отслеживает уже уже неплохо хорошо отслеживает смотрим дальше отслеживание и пошло ловит нормально ловит рабочие рабочие отслеживания скоростное это максимальная скоростная съемка и смотрим на канон очень тяжелый из-за этого объектива он конечно одной рукой тяжко держать вот ну смотрим уберем сейчас личное с экрана карта памяти не вставлена ладно он не надо мы главное отслеживание посмотрим сейчас и все тяжело что тут у нас инфа как-то не установлено так что-то он травился флешкой смотрим на фокусировку этого канона так отслеживание ловит здесь отслеживание давай пошел все идет отслеживание объективы очень быстро все работает флешка правда не самая быстрая и она тупит вот но работает максимально быстро смотрим отслеживание и пошли в общем я с каноном работаю каждый день вот именно с этим и я могу сказать что он у него лучший автофокус потому что дула пиксель второго поколения идет и он лучше чем на соньке четвертой сонька четвертая ночью она подтупливает иногда и видно что фокус дышит не часто бывает но бывает у канона это вообще не бывает никон никон олдсайдер в этом плане потому что у него проблема у него фокусировка не такая классная конечно же она лучше чем на никон з6 первого поколения и других никонах потому что эта беззеркалка новая уже не совсем прям новая з6 2 это з6 2 но все же сравнивать с этими камерами то никон олдсайдер это второе место это третье место ой первое место плюс р5 когда камера выключена закрывается шторка чтобы не пачкалась матрица у всех остальных камер такой функции я думаю нету может быть она и есть посмотрите но я не нашел так смотрим менюшку меню никона она в принципе мне понятно и удобно обработка мое меню есть в принципе все неплохо все понятно здесь у sony менюшка они вроде как новую сделали но блин как по мне уродская уродская вроде бы тоже понятно но очень много сокращенных фраз и еще потом переходишь вот сюда и это все мне не нравится мне это не нравится в общем мне не нравится вот и все есть такие моменты что тут не нравится у канона как по мне самая удобная менюшка она понятная можете листать вверх вниз и так далее идете идете все по порядку куда надо тыкнули вот мое меню есть мне в общем по местам давайте определим опять первое место в меню второе место в меню самое убогое меню видео съемки в никоне у нас 4к 60 кадров в секунду это максималка замедленная съемка в 5 раз есть и если не замедленная съемка просто это 120 кадров в секунду снимает 1080 и вот как обычно я заходил в меню дольше чем на никоне выбираем качество и что-то как обычно базовый настрой к видеосъемке вы можете снять режим видео блин окей переключаем режим в режим видео смотрим дальше смотрим формат 4к окей и у нас есть для многих непонятные какие-то чего ты переключаешься опять домская фигня соник говно в общем у вас есть 4к вот непонятно написано вот это h a vc s h s это для начинающих ребят которые только хотят познакомиться допустим с соней они скажут что за хрень полная 4к 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 сеть ну это уменьшенное качество 4к это просто я знаю это hd это даже я не пойму что это такое ну скорее всего это с пропуском строк съемка идет типа тоже легкий 4к и вот hd тоже более легкий с пропуском строк вот такие вот форматы параметры видео есть еще здесь 200 мегабит 422 как обычно какая-то параша требуется соответствующая среда это значит ставьте нормальную флешку а то я не запишу вам это видео и причем как бы вы будете записывать видео оно будет записывать видео смотрите а нет карты памяти оно будет записывать видео но вы должны знать что оно видео будет записываться не в этом режиме а вот в этом режиме потому что здесь нет никаких восклицательных знаков в общем 420 тоже соответствующая среда должна быть на флешку только 420 можно записывать вот такие параметры есть 150 мегабит максималка частота кадров и так далее в общем вы видели что по видео возможностям сонку переходим к канону смотрим на видео канона перейдем в режим видео и заходим вот сюда смотрим 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 4К первые настройки самые 4К режим параметры записи видео и вот здесь намного понятнее вот выбирать 4К стандартное либо высокое меняется соотношение пикселей и вы можете выбрать Full HD общее время записи очень удобно написано 2 часа можно записывать 32 минуты можем записывать 8К можно записывать 7 минут и 8К тоже разные есть смотрим 8К режим выходишь может я что-то не так делаю 4К 50 кадров в секунду максимум и декодирование какое-то в общем смотрим All Intro APB и меняется время 8 минут 32 минуты и 1 час это в общем сжиматься будет сильный видос а смотрим что возможно в 8К режиме на флешку это невозможно возможно стандартно и сжатим и вот этот 8К режим у нас то же самое возможно только два режима еще здесь должно быть где-то где-то должно быть здесь рап вроде как еще толком не разобрался в общем вы увидели возможности съемки на Canon в принципе я рассказал все что я мог рассказать быстро потому что у меня сейчас нет времени прям вести такие обзоры конкретно где я сижу и я там что-то вам вещаю с красивым фоном сзади нет такой возможности сейчас мой вердикт вот эти все камеры они неудобные мне я бы я бы их не купил лично себе вот но приходит есть чего-то выбирать и не знаю ну отцуни у меня отторжение какое-то идет Nikon слабоватые фокусировки Canon очень неудобные в плане включения и он тяжелый хрен узнает не знаю я бы взял возможно лучше бы вот это может взял не знаю вообще не знаю ребят сейчас с камерами проблема конкретная потому что у всех свои косяки всегда есть и плюс всегда есть нет идеальной камеры эта камера очень дорогая если есть на нее деньги в принципе можете попробовать я лично себе возьму камеру Panasonic GS6 он очень удобный я его трогал уже в руках мне для видео надо и у меня не было Panasonic поэтому я Panasonic хочу взять вот а тут уже смотрите сами что вам нравится может какие-то более подробные обзоры про какую-то из определенных камер я сделал такой общий обзор чтобы вы поняли вообще как мое мнение личное чтобы вы поняли если вам интересно узнать подробнее про объективы здесь два объектива есть на него на Sony два объектива есть и на этот Canon есть три объектива 28200 Tamron вот это вот он далее так и на Canon 2870 с диафрагмой F2 очень дорогой очень тяжелый объектив и есть вот такой маленький классный мне он очень нравится на этой камере она становится легкой 50 миллиметров F1.8 RF объектив и еще третий объектив есть тоже RF на него L 15 по-моему 35 15 35 2 8 вот он сейчас не здесь в общем три объектива на Canon есть если интересно пишите и что интересно про них лично мне мне вообще пофиг я на этот объектив снимаю и у меня картинка ну нормальная на это объектив снимаем мне тоже она нравится я лучше буду с тем объективом ходить чем с этой херней дорогущей тяжелой забыл 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 с переходником еще есть у нас с переходником есть Sigma 24 1 4 это у нас типа ART ART версия считается насколько я помню насколько я знаю для фоток она вроде как классная говорят что она для видео потому что там сильно шумит шумит мотор прямо сейчас давайте проверим и так ART объектив он конечно же хорош вот он как размыливает фон прям сразу но он тяжелый очень тяжелый имейте ввиду и сейчас посмотрим как он на видео шумит так врубаем видео ну конечно же он очень шумит слушаем он тарахтит слышите да тарахтящий объектив ну снимает конечно красиво больше он подходит для фото врубаем видео ну конечно же он очень шумит слушаем он тарахтит так теперь мы снимаем на рф вот так все выглядит и слушаем переходы ну максимум слышит только друга который протягивается наверное есть небольшие там такие поскрипывания в эффективе но они очень минимальные конечно же он работает чем сигма объектив который рф ну тоже конечно же он вылет второй объектив мы переходим на другой объект теперь телефон подключу ближе к объективу и послушайте если вы хотите самые тихие объективы то это на sony по крайней мере этот g-master и тот 18-200 который у меня они очень тихие они сейчас фокусируют на тихие вот сейчас послушайте я телефон близко поставил к объективу вот он перешел на другой план сейчас переходит на план ближе и фокусировка очень хорошая она быстрая и максимально тихая в общем у меня именно по видео по ну и по фокусировке в принципе неплохая sony в видеорежиме и по шумности она тоже неплохая она очень хорошо фокусируется быстро и тихо наконец-то мы до ником набрались до объективов какие у него есть 21.8 есть объектив этот вы уже видели 14 30 f4 такие обычные объективы для никона не топовые посмотрим что у нас по видео с никоном послушаем вместе я ничего не слышу на автоматике сейчас телефон максимально близко к объективу стоит но я не слышу по минималке слышится по минималке очень тихо на самом деле очень тихий объектив теперь мы проверим объектив 20 миллиметров 1.8 насколько он быстро фокусируется фокус пойман сейчас вручную буду водить фокус пойман пойман не торопится он ловит фокус но это можно настроить настройках нормально тоже нормально снимает видео и тихий объектив давайте к объективу прислонимся тихий объектив все нормально с этим объективом самые шумные объективы это конечно же на на каноне там рон шумный объектив рф они нормальные там рон шумный и полтинник который вы видели он тоже шумный объектив все давайте ребят пока подписывайтесь на канал я есть в инстаграме пока его